Валентина Ивановна Матвиенко 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 Интересное предложение Совет Федерации Заинтересован продолжать Совместную работу Со всеми Все в жизни имеет смысл Когда есть продолжение Я уверена, что оно у нас У всех есть Хочу пожелать вам В заключении успешной Работы и крепкого здоровья Каждому и каждой из вас Еще раз огромное спасибо И я передаю слово Станиславу Каспарову Председателю Совета Форума Доноров Добрый день, уважаемые коллеги Была такая, знаете, задумка Немножечко на широкую аудиторию Уважаемую рассказать Про площадку, про конференцию Форума Доноров Про то, какая-то, на мой взгляд, Авторитетная Как показывает сегодняшний опыт Может быть, не вполне еще пока Технологичная Или не вполне везучая На технологии Площадка Но все-таки она Такая ключевая И, на мой взгляд, действительно Наиболее авторитетная Дискуссионная площадка Российской филантропии В самом широком смысле слова И я очень рад, что Несмотря на все эти сложности С которыми мы все В этом году столкнулись Мы сегодня собрались Это традиционный осенний сбор Осенний сбор конференции Давайте, вот раз нас так Сегодняшний форс-мажор Немножечко отбросил по времени Давайте вкатываться в работу Я бы хотел, отмечая Высокий интерес К нашему мероприятию В Верхней Палате Парламента Сказать, что Нижняя Палата Парламента В стране не остается И, безусловно Ни добрые дела Ни широкие сердца Ни филантропия В широком смысле слова Ни цели устойчивого развития Которые стали такой опорной Вот уже несколько лет Как стали опорной базой Для всего этого В России Не уходят с повестки С повестки вопросов Которые активно обсуждаются В Государственной Думе Российской Федерации И в этом смысле я Благодарю За то, что сегодня с нами И рад приветствовать Депутата Государственной Думы Дмитрия Валерьевича Сватковского Возглавляющего Подкомитет по контролю социальными вопросами Дмитрий Валерьевич, передаю вам слово Добрый день Еще раз спасибо, что вы с нами сегодня Доброе утро Добрый день Дорогие коллеги Действительно Сегодня Хорошее Утро Учитывая, что не только Сегодня хорошая погода И солнце вышло Наконец Над Москвой Но самое главное Что сегодня Мы начинаем эту неделю С открытия 18-го международного Корма доноров И, конечно, в первую очередь От имени Государственной Думы Хотел бы приветствовать всех Участников Всех Тех, кто заинтересован В развитии Филантропии Непосредственно Не только в Российской Федерации Но и также Продвигает эту тему Непосредственно В других государствах В других сообществах И, конечно, сегодня важно То, что Государственная Дума Ни в коем случае не стоит в стороне От создания условий Для благотворительности И можем абсолютно отметить Что без участия партнеров Без участия бизнесов Конечно, те задачи Которые ставит сегодня Перед нами государство Решить практически невозможно И свой личный опыт И я очень благодарен Бизнес-сообществу Людям, которые В самые тяжелые моменты Сегодняшней ситуации Это связано И с коронавирусом И с более тяжелыми Заболеваниями Особенно влияющие На младенческую смертность Которые Сегодня Все равно Еще остаются Проблемой Это, конечно И Драгостоящие Лечения Детей Которые С рождения К сожалению Получают уникальные Болезни Для того, чтобы Произвести Те или иные Медикаментозные Сопровождения Этих Детей Все это, конечно Ответ на то Нужно ли Сегодня развивать Филантропию Или не нужно Сегодня развивать Или надо Закрыться Или надо Уйти в сторону Заняться Задачами Более важными С точки зрения Сохранения Бизнеса И, конечно Эта конференция Ответит на вопросы Что сегодня Что будет завтра И в каких условиях Мы находимся Я посмотрел Программу Очень интересная Кстати программа Абсолютно Буду подключаться К некоторым обсуждениям Дискуссиям Смотреть Особенно Иностранный Опыт Учитывая Что, конечно Ситуация с коронавирусом Коснулась не только России Она коснулась Также И огромное количество Разбитых стран Где и система здравоохранения Работает И всегда считалась Лучше Чем российской И для нас Это тоже Большая возможность Изучить этот опыт С чем же сегодня Сталкиваются Наши партнеры Учитывая Что, конечно В основу Любого продвижения Любой идеи Лежат законы Могу заверить Что государственная Дума На сегодняшний день Достаточно Очень Быстро Реагирует На те запросы Общества Которые Сегодня И Пользуясь случаем Хотел бы поблагодарить Всех Компаний Я смотрел список Этих компаний Это все Очень известные В нашей стране Фонды Которые Не просто сделали Очень много Для развития Страны Но и Задачи Которые они ставят Перед собой Ближайшее будущее Действительно Вызывают уважение Я вас Благодарю Остаюсь с вами До протяжения Работы Вашего форума Могу Еще раз Пожелать Хороших идей И самое главное Что мы все вместе Преодолеем Конечно Проблемы коронавируса Однозначно Я в этом абсолютно Уверен И задача Наверное Форума Заглянуть В среднесрочную Перспективу Лет на Пять На десять С учетом Тех изменений Которые сегодня Переживает мир Это очень важно Посмотреть Понять Ощутить И подумать Как же мы Все можем быть Полезны друг другу Спасибо большое Всегда ваш Депутат Государственной Думы Дмитрий Валерьевич Сватковский И Передаю Слову Станиславу Каспарову Спасибо большое Государственной Думы С вами Спасибо большое Дмитрий Валерьевич В наиболее Острую фазу Коронавируса Буквально пару слов Скажу Это наверное Апрель Май Вот эти Слова Эта фраза Дмитрий Валерьевич Сватковский Всегда с вами Она приобрела Не Пустое Наполненное Звучание Наверное Мало кто знает Дмитрий Валерьевич Избрался В Нижегородской области Компании Сибур Которая Я представляю Широко присутствует В этом регионе И Благодаря такой Личной Неравнодушной Позиции Дмитрия Валерьевича Мы смогли Вместе Очень оперативно Обеспечить регион Таким Минимальным Но Очень необходимым В то время Медицинским Медицинским Инвентарем Который Наверное Существенно Облегчил Ситуацию В регионе Большое вам Спасибо За такую Личную Личную Активную Позицию Еще один Человек Которого Я хочу С особым Трепетом Теплотой Представить Тоже Человек С которым Мы Лично Проходили Такой же Путь Но Существенно Более Далекой Географии Дальневосточной Географии В Амурской Области С которым Тоже Буквально На личной Телефонной Связи Был весь этот Период Лично Дирижировал Лично Дирижировали Поставками Необходимой Медицинской Техники Медицинского Оборудования В самые Такие Тяжелые Моменты Кризиса Человек С большим Сердцем Я Говорю Это На базе На базе Нашего Долгого Знакомства И человек С которому Амурской Области Очень повезло Как с губернатором Василис Александр Орлов Который Любезно К нам Сегодня Присоединился Василис С удовольствием Передаю Вам Слово Добрый день Добрый день Друзья Мы очень внимательно Здесь На Дальнем Востоке Следим За повесткой И за ходом Работы К национальным Целям Развития И целям Устойчивого Развития ООН Некоторые Из них У нас Уже Реализуются В регионе В рамках Регионального Плана Ну и кроме Того Конечно Устойчивый Экономический Рост подразумевает Инвестиции Активное Участие Крупного Бизнеса Который Уже Использует Сур В качестве Стратегических Ориентиров Нам Очень важно Быть В едином Информационном Поле Определять Общие Цели И пути Достижения Эти цели Вы знаете Что Возможно Не знаете Но Амурская Область Это один Из Наиболее Динамично Развивающихся Регионов На Дальнем Востоке Точно Но и В стране У нас Строится Сразу Несколько Очень Крупных Объектов Это Космодром Расширение Бама Транссиба Большие Проекты По международному Сотрудничеству Но по капитализации По масштабам Конечно Главный Наш Проект Это Газовый Кластер У нас Вы знаете В прошлом году Была введена В эксплуатацию Силы Сибири Завершается Строительство Газоперерабатывающего Комплекса Газпрома И начато Строительство Газохимического У нас Между областью Между региональной Властью и бизнесом Уже запущен Целый ряд Механизмов Поддержки Некоммерческих Организаций Мы ведем Системную работу По поддержке Общественных Организаций И инициативных Граждан Здесь В регионе В частности У нас Созданы И успешно Действуют Ресурсные центры По поддержке Некоммерческих Организаций Волонтерской Деятельности И вовлечение Активистов Значительно Содействует Общественный Совет, который создан При строительстве АГПЗ Кроме того Компания Сибурс С 2020 года Включила Три муниципальных Образования Нашей области Это Благовещенство Свободный Свободенский район В свою программу Очень хорошую программу Формула хороших дел И в октябре Текущего года Был объявлен Конкурс Проектов Социальных Были проведены Образовательные сессии Для потенциальных Участников Грантового конкурса Коими являлись Представители НКО Общественных Организаций Муниципальных Региональных Органов Хочу подчеркнуть Что сейчас В мире В России И у нас В регионе В том числе Особую роль Играют Проекты Экологического Просвещения Экозащиты И очень важно Что в эти проекты Включается молодежь У нас в Благовещенске Сразу несколько Высших учебных Заведений Участвуют Это студенты Благовещенского Государственного Педагогического Университета И Амурского Госуниверситета Они являются Победителями конкурса Студенческих Волонтерских Проектов Поэтому мы горячо Поддерживаем Инициативы Бизнеса Которая заключается В проведении Конкурсов Волонтерских Проектов Активными Участниками Которых Собственно Является Статин БГПУ Ям Но я не могу Не сказать Несколько слов О коронавирусе Этот год Конечно Очень тяжелый Как бы мы Не бодрились Видим прогнозы Специалистов Тоже Пока Оставляют Желать Лучшего Поэтому нам Скорее всего Придется Привыкать Жить В таком режиме В режиме ВКС Со всеми Вытекающими Трудностями Сложностями Но с другой Стороны Друзья мои Это и вызов Определенный И определенный Катализатор Общественных Инициатив И определенный Исходитель Лакмусовая Бумага Уровня Взаимодействия Между Властью Между бизнесом И между Обществом У нас Когда была Первая волна Когда нарастала Только Вот эта Неопределенность Связанная С алгоритмами Лечения Вообще не понимали Что из себя Поставляет коронавирус Вспомните Как остро Стоял вопрос Во всем мире О средствах Индивальной защиты Мы не исключение Несмотря на то Что у нас рядом Граница Через реку Но тем не менее Действительно Был страшный дефицит Паникового населения Невозможно купить Эти маски Спекулянты И все вот это Конечно Дополнительно Поддавало Так сказать Жар Вот в это Пламя В это коронавируса Тем не менее У нас был ряд Очень хороших Общественных инициатив Здесь реализован На Московской области Я о них расскажу Во-первых Мы создали Могополитный фонд На него было Перечислено В совокупности Более 13 миллионов рублей Это пожертвования Бизнеса Пожертвования Граждан Эти средства Мы направили На экстренную закупку Средств Индивальной защиты На размещение Врачей В гостиницах Для того Чтобы можно было Дистанцировать Из семей Чтобы зараза Не распространялась И многое другое Хочу отдельно Поговорить Крупные компании Которые подключились К этим событиям Это в первую очередь Компании Сибургазпром Была осуществлена Поставка Десятков тысяч Комплектов Противоэпидемиологического Снаряжения Это и респираторы И одноразовые Перчатки Костюмы Соответствующие Отдельно Хочу сказать Что был Фактически с нуля Построен госпиталь В городе Свободном Отремонтировано Несколько военных Заброшенных Уже военных госпиталей Несколько корпусов Было поставлено Дорогостоящие Оборудования В том числе Томографы Новейшие ИВЛ И концентраторы То чего нам Действительно Очень сильно не хватало Помогли При приобретении Автомобили Скорой помощи И организовали Сюда к нам На работу Порядка 100 Врачей Из других регионов Нам действительно Было это очень важно Еще одна тема Это По-новому Заиграли Волонтер В этой истории У нас в регионе Было 600 человек Привлечено Волонтеров Которые Основная задача Которых была Доставка Продуктов питания Всего необходимых Товаров Для людей Которые находились В группе риска Это граждане С возрастом 65 И старше Они находились На самоизоляции И вот Задача волонтеров Была развозить Эти продукты питания 20 тысяч наборов Было приобретено За счет спонсоров Продуктовых наборов И их доставили Вот эти 600 человек И в завершении Своего выступления Хочу Поблагодарить вас За внимание И отметить Что это очень здорово Что такие вопросы Вопросы государственного В том числе Регионального Развития Не только экономика Но жизнь В широком смысле Обсуждается С привлечением Высококвалифицированных Авторитетных Экспертов Как на этой конференции Это дает Уверенность нам В том Что мы сможем Справиться С любой опасностью Выстроить Единые цели И совместные цели Достигнуть Спасибо Спасибо большое Василий Александрович Знаем Что Знаем Что торопитесь Знаем Что Жесткий график Поэтому не претендуем На ваше время Больше Еще раз Огромное спасибо Что присоединились И я пользуюсь Случаем Хотел бы Порекламировать Немножко Амурскую область Все площадки Форму доноров Всей Палитре компаний И фондов Которые входят В состав Формы доноров Для реализации Различных Инициатив На территории Этой области Точно знаю И эмпирически Проверено Нами Что В этой области Зеленый свет Всем добрым Инициативам Сходит И от губернатора И от его Профессиональной команды Всегда Никогда Не сталкиваемся С вопросами Препонами Барьерами Всегда только Зеленый свет Спасибо вам Еще раз Огромное За такую Персональную Позицию Спасибо Хорошего Спасибо Большое Ну Собственно Наверное Завершая Вот эту Приветственную часть Еще раз Поблагодарю Всех Кто Нас Поприветствовал И Так вот Не задаваясь Целью Но Подсчитал Шесть раз Произнес Василий Александрович Слово Помогли Несколько раз Корень Слово Несколько раз Слова С корнем Помощь Прозвучали В речи Дмитрия Валерьевича Сватковского Ну вот Собственно Это наверное Лучшая Иллюстрация Актуальности Нашей конференции В этом году Нашей Запланированной На неделю Работы И я собственно Еще раз Возвращаясь К утренней Заминке С надеждой Что Лимит Заминок Мы исчерпали Я бы нам Пожелал Хорошей Плодотворной Работы Ее актуальность Наверное Уже очевидна Мои любимые Мои любимые цитаты Из фильма Место встречи Извинить нельзя Про эру Милосердия Но вот наверное В этом году Явственнее всего Мы увидели Что Действительно Приходит какое-то время Время Когда мы Люди Особенно Друг другу Нужны И В этом смысле То Чем мы Занимаемся В Форуме Доноров Гиперактуально Спасибо Большое Коллеги Я Желаю Нам Плодотворной Работы И передаю Слово Александре Баудрина Станислав Огромное Спасибо Мы возвращаемся К нашей конференции И ее анонсу И Как мы уже говорили Наша конференция Будет в течение Пяти дней И у каждого дня Своя тема Сегодняшний день Максимально широкий Мы говорим Про целеустойчивое Развитие Мы говорим Про достижения Целеустойчивого Развития Компании Бизнесом Некоммерческими Организациями Государством Мы говорим Про позиции Которые Есть у нас В обществе И я бы хотела Передать слово Члену Совета Форумы Доноров Наталье Гончар Начальнику Департамента Корпоративных Отношений Сахалин Энерджи Наталья Ваша компания Как амбассадор Целеустойчивого Развития Мы с вами Обсуждали Эту тему Еще задолго До того Как объявили Этот год Поэтому подскажите Пожалуйста Способна ли Нас объединить Эта тема Действительно Актуальна ли Она для всех Насколько Она действительно Звучит сейчас В мире Спасибо Добрый день Здравствуйте Коллеги Приветствую вас С Дальнего Востока Россию Еще восточнее Чем Амурская область Сахалинская область Конечно Сложный Очень год И Как вы все знаете Кризис У нас И экономический И социальный И в этой ситуации Эта тема Которую мы Избрали Для этой конференции Еще не зная Того Что нас Собственно Будет ожидать В 2020 году Она конечно Как никогда Актуальна Вы все Знаете Хорошо Что Всемирная Организация Здравоохранения Объявила Вспышку Ковид-19 Как чрезвычайную Ситуацию Международного Значения И вслед за ней И Российской Федерацией И многие регионы Нашей страны И компании В том числе Как минимум Объявили режим Повышенной готовности К ЧАЭС То есть Мы с вами И каждый из нас Столкнулись С некими Вызовами Да На международном И федеральном Региональном Корпоративном И что же греха Таить Личном уровне В том числе И в этой Новой реальности С новыми Вызовами Наверное Каждый из нас Отвечая на какие-то Вопросы Добавляет Что-то свое На уровне Компании На уровне Опять же Личном В Глобальный Такой алгоритм Ответа На всеобщий Вызов Где в этой Системе Координат В счет Су И вспоминаем ли мы О них В такой Сложной Кризисной Ситуации Понятно что Когда Страны В том числе Российская Федерация Подписывали Эту глобальную Повестку Дня Никто не ожидал Что в 2020 Году мы столкнемся С чем-чем Столкнулись И Компании Компании Которые На протяжении Многих лет С разной Степенью Глубины Инкорпорируют ЦУР В свои Политики В том числе Политики Устойчивого Развития Тоже собственно Не ожидали Что Начнется Пандемия Но в этом Наверное И смысл Глобальной Повестки Дня Если она Действительно Глобальная И Про всех Что называется То что В этой Сложной Ситуации Глобальная Платформа Становится Общей И объединяющей Для ответа На вот эти Глобальные Вызовы Конечно Есть вещи Очевидные И например Третья ЦУР Которая мы знаем Обсвящена Хорошему здоровью И благополучию Понятно Становится В повестку Дня Автоматически Практически Всех Компаний Особенно Те Которые Говорят Корпоративно Социальной Ответственности Как о философии И которые Действительно Заинтересованы В том Чтобы Сохранить И свой персонал И обеспечить Безопасность Объекта Таким образом Устойчивых Бизнеса И таких Собственно Говоря И в форуме Доноров И по всей Стране Я уверена Большинство Поэтому ЦУР Они Скажем так Иногда Напрямую Иногда Опосредованно Входят В повестку Дня Ответственного Бизнеса Нежно Любимая ЦУР Восьмая Которая Ну вообще Про нас Наверное Про всех Достаточно Работы И экономический Рост С одной Стороны Сложно Вроде Говорить Про экономический Рост В условиях Глобального Кризиса С другой Среди С другой С другой С ticking Комплексность этой Восьмой Цели Которая Не только Про экономику Как мы Все с вами Знаем И про Экологию И про Социальные Аспекты Вот комплексность Цель Которые У нее Входят Дает Возможность И для Комплексного Ну и не могу не сказать про 17 цель в свете тематики сегодняшней конференции. Мне кажется, что вообще текущая ситуация – это такой вызов КСО в целом и уровню социальной ответственности компаний в том числе. Потому что, наверное, сложно бизнесу, мы с вами все прекрасно понимаем, но мы также прекрасно понимаем, что есть много людей вокруг нас, которым еще сложнее. Это гражданское общество, это некоммерческие организации. И мы как социально ответственные партнеры, конечно, заинтересованы в том, чтобы вот это партнерство наших успешных партнеров сохранить и поддержать. Если говорить о компании «Сахалинаджи», которую я представляю, мы с марта месяца в красной зоне и сейчас в этой же зоне находимся. У нас режим повышенной готовности к ЧАЭС. Но мы не просто не сократили социальные инвестиции, мы на несколько десятков миллионов их увеличили. И все они дополнительно пошли на сектор здравоохранения. Были закуплены, о чем Василий Александрович говорил и Станислав, медицинское оборудование, чтобы с помощью бизнеса все, скажем так, вот вся общественность, вся медицинская инфраструктура была готова и к первой, и ко второй, и, не дай бог, и третьей волны коронавирусной инфекции. И, наверное, самое главное, о чем мы будем говорить, наверное, все дни нашей конференции, она у нас много тематическая, но ЦУР объединяющая, мы будем говорить о том, о какие, собственно, уроки мы извлекли и будем продолжать извлекать весь этот сезон, какие новые механизмы, какие новые вызовы перед нами стоят, какие изменения мы в результате этих вызовов будем применять в наших стратегиях, в том числе в стратегии благотворительности. Будет очень интересно послушать, тоже планирую участие в нескольких сессиях. Спасибо, коллеги. Спасибо большое, Наталья. Я бы хотела передать слово Ирине Бакрадзе, управляющему директору благотворительного фонда помощи детям и взрослым с нарушением иммунитета ПАКСОМИ. Ирина, добрый день. Ирина также член Совета форума доноров и, в общем-то, все, кто будет дальше выступать, члены Совета и также члены ОРК-комитета нашей конференции. И когда мы обсуждали день фондов, мы понимали, что это очень свежая повестка для фондов. Вместе с тем, на наш взгляд, она актуальна. Ирина, отнеситесь, пожалуйста, к этому. Доброе утро, дорогие друзья. Ну, прежде всего, я бы, конечно, хотела поблагодарить за те теплые слова, которые уже звучали в выступлениях коллег в адрес благотворительных фондов, в адрес некоммерческого сектора в целом. И вообще за всю ту поддержку, которую сектор получил, вот особенно в ситуации кризиса. Конечно, для нас это очень важно. И еще раз позволю себе от лица, наверное, всех своих коллег поблагодарить вас. Спасибо за то, что помогаете нам помогать. Мне также очень приятно, что в этот раз такое внимание уделяется благотворительному сектору. И действительно, это не случайно, потому что за последние, уже даже, я сказала бы, несколько десятилетий и во всем мире, и в нашей стране благотворительные организации сыграли огромную роль, вносили в жизнь важнейшие социальные инициативы. Тем не менее, до недавнего времени в нашей стране благотворительный сектор оставался немного в тени и сознание общества скорее воспринималось, как некое такое небольшое сообщество неравнодушных людей, нежели как драйвер мощнейших социальных изменений. Ситуация пандемии и последовавшего кризиса, она послужила не только толчком развития филантропических тенденций в обществе, но и в том числе, по сути, явилась капеллизатором, сдвигав парадигмы общественного сознания. И некоммерческий сектор, взяв на себя огромную нагрузку в период кризиса и более того, выступив пионером в решении многих социальных задач, по сути, открыл общество совершенно другую сторону благотворительности, как важнейшего общественного института в решении социальных задач. И вот именно поэтому в этом году наша конференция форума доноров особое внимание уделяет вопросу благотворительности и более того, приглашает благотворительные фонды непосредственно принять участие в обсуждении задач, выступить спикерами, выступить с практическими кейсами, рассказать о своем опыте. И, как уже озвучили коллеги, отдельный день конференции посвящен фондам. Что же мы будем обсуждать? Ну, конечно, уже звучали вопросы о необходимости пересмотра каких-то механизмов взаимодействия, необходимости повышения эффективности взаимодействия, и все это абсолютно верно. Мы будем говорить не только о тех уроках, которые вынес для себя некоммерческий сектор, но, что еще важнее, признавая ведущую роль НКО в решении социальных задач, каким должно быть взаимодействие всех трех сторон НКО, бизнеса, государства для того, чтобы отвечать запросам общества наиболее эффективно. Что нужно изменить в коммуникационном поле? Какие инструменты финансирования, какие инструменты перераспределения финансовых ресурсов нам нужно пересмотреть, опять же, для того, чтобы решать задачи, которые ставит перед нами общество наиболее эффективно. Иными словами, как нам использовать сложившуюся ситуацию как точку роста и пересмотреть, в принципе, существующий уклад в области реализации ЦУР, в том числе и с активным участием некоммерческих организаций, конечно же, благотворительных фондов. Поэтому, друзья, я приглашаю не только своих коллег по сектору, но и, конечно же, всех представителей бизнеса и государства принять активное участие. Мы ждем вас во все дни конференции, но я особенно, конечно, буду рада видеть вас в третий день конференции, в день фондов. Приходите, будем обсуждать вопросы, делиться мнениями, ну и, надеюсь, придем уже к каким-то выводам и благотворным заключениям, которые позволят нам дальше наиболее эффективно реализовывать наши задачи. Спасибо еще раз большое всем тем, кто с нами сейчас, кто будет смотреть нас в записи и удачной нам всем конференции. Я вот ехал, хотел сказать, ехал сюда к нам на конференцию, ехал к себе в рабочий кабинет, сюда к нам на конференцию и думал, что на моей памяти, ну вот, несколько этапов переживала работа по выстраиванию, да, социальной повестки, повестки социальных инвестиций в корпоративном секторе. Мне кажется, мы плюс-минус ходим все одними тропами, что мы все бури, что коллеги в других больших и, может быть, не очень больших компаниях. Но, тем не менее, вот этот эволюционный путь, он был, сначала мы занимались такой вот спорадической благотворительностью. Если мы говорим о компаниях, которые широко распределены по России своими активами, то мы спорадически закрывали те или иные потребности тех или иных регионов, в которых присутствуем, и помогали так вот небюджетно латать дыры, там, где это было особенно остро необходимо. Потом поняли, что, наверное, это немножечко, ну, то есть это правильно, но и неправильно, с другой стороны, подменять с собой те фонды и те ресурсы, которые должны этим заниматься. И вот такая какая-то заданная эволюция, она стала идти в сторону того, чтобы, значит, осмысливать и осмысленно структурировать свои программы и делать их наиболее такими адресными и нацеленными. Так появлялись корпоративные программы социальных инвестиций и благотворительности различных компаний, и они приобретали свое такое яркое звучание, свою яркую направленность, свой какой-то неповторимый акцент. И, значит, после того, как вот этот этап мы прошли, мы начали друг у друга очень охотно, независливо заимствовать, да, мы ездили, обменивались опытом. Я вот совершенно этого не скрываю, помню, что возглавив направление социальных инвестиций Сибура, у меня одна из первых встреч была с Натальей Попель, который мне рекомендовали как очень такого сильного эксперта на этой поляне, который очень много сделал для того, чтобы программа социальных инвестиций Северсталя, она вот тут прям звучала. Да, и мы с Натальей такой имели, мне кажется, полуторачасовой разговор, где она мне очень глубоко, экспертно рассказывала про то, как появлялось то или иное направление. Вот так мы друг друга обогащали, придавали своим программам социальных инвестиций, повторюсь, такие вот индивидуальные акценты, а потом мы так вот очень-очень интенсивно проходя этот путь, мы пришли к тому, что, собственно говоря, нам нужен какой-то следующий этап, нам нужна следующая большая цель для большого целеполагания. И в этом смысле появление на повестке цели устойчивого развития было очень кстати, потому что, ну как-то вот мы осознали, что мы как бизнес, реализуя свои программы социальных инвестиций, должны быть все-таки частью какой-то объединяющей повестки. ЦУРы стали такой объединяющей повесткой. Мы несколько лет в этой реальности живем, и неизбежно такая вот прогностика, она подсказывает, что подойдем к какому-то следующему, следующему этапу, где, оставаясь в русле ЦУРов, мы все равно будем выбирать снова каждый для себя какой-то вот такой индивидуальный путь. И в моем понимании, мы много это обсуждаем внутри Контура Сибура с коллегами, в моем понимании просто обречены, несмотря на то, что находимся все в глобальной повестке цели устойчивого развития, но мы живем и работаем в России, и, наверное, просто обязаны где-то в качестве такого следующего эволюционного этапа интегрировать в свои программы социальных инвестиций те акценты, которые нам задают национальные цели развития, национальные проекты Российской Федерации. И в этом смысле опять для себя открываем то, что работа уже органически для нас облегчилась, потому что практически каждая из компаний, которая представлена сегодня здесь и в Совете Форума Доноров, практически у каждой в наборе социальных инвестиций отзываются те цели наукообразования, спорта, здравоохранения, экология, которые являются неотъемлемой частью национальных проектов. Вот это, мне кажется, такой вот следующий этап целеполагания, такого осмысленного, практически мы уже сейчас этим занимаемся, осмысленного целеполагания, это следующий этап. И вот здесь я ожидаю от, собственно, и от программы, которой руковожу в Сибуре, и от других компаний более яркой синергии. Цели устойчивого развития, цели национальных проектов, корпоративных программ социальных инвестиций. Спасибо. Друзья, коллеги, добрый день. Очень рада тоже со своей стороны всех приветствовать на конференции. Станислав, на самом деле, мне очень помог в ответе на этот вопрос и интегрировал очень правильную мысль о том, что пришла пора в нашей стране соединять между собой и цели устойчивого развития, и цели национальных проектов, которые также присутствуют здесь. Конечно, все взаимозависимо и взаимосвязано, и та наша работа, которую мы делаем в рамках своих проектов в области корпоративной социальной ответственности, она так или иначе соединяется с теми большими глобальными вещами. Мне кажется, в этой связи очень важно отметить, что, например, в этом году, этот непростой для здравоохранения год, форум доноров проводит исследование влияния работы некоммерческого сектора и корпоративной социальной ответственности на достижение как раз цели национальных проектов и цели устойчивого развития. То есть очень правильно мы выбрали момент в прошлом году, еще не ожидая, что так все получится. Возвращаясь к теме пандемии COVID-19 и того, как вся эта ситуация развивалась, конечно, и фармацевтическая отрасль, и здравоохранение в целом вышли на авансцену. Я не помню ни одного дня с января, наверное, когда в заголовках СМИ, в новостях не было бы ничего про пандемию COVID. Каждый день история либо про статистику заболеваемости, либо про лечение, про вакцины, про все остальное. То есть таким образом буквально в момент хорошее здоровье и благополучие, то есть наш ЦУР номер 3, стал целью каждого. То есть все разделили важность и значимость этой истории. Все поняли, насколько устойчивость системы здравоохранения влияет на устойчивость общества в целом и на устойчивость экономических систем. Потому что в отсутствии возможности бороться с пандемией эффективно, к чему мы пришли? Мы пришли к ограничительным мерам, к ограничению работы бизнеса, к таким, я бы сказала, финансовым потерям для некоммерческого сектора, которые привели к тому, что какие-то проблемы не могли решаться в том объеме, в котором они решались привычным образом. Фармацевтическая отрасль, как я уже сказала, в этой связи была впереди. Мы не могли остановить свою работу, потому что нам важно было предоставлять лекарственные средства пациентам, которые без них где-то могут умереть, где-то не могут эффективно бороться. Точно так же, я уверена, не могли остановить работу и фонды, которые и без этого основной своей повесткой задачи считали поддержку различных групп пациентов, либо адресную помощь. При этом те фонды, которые, например, занимались другими вопросами, например, профилактика домашнего насилия, оказались в более сложной ситуации, на мой взгляд, потому что эти темы, эти проблемы ушли на второй план. И здесь коллеги уже говорили про помогать, помогать друг другу. Мы наблюдали множество примеров, как другие фонды, другие НКО, например, КАФ, КАФ России, сделал фонд быстрого реагирования, из которого средства могли поступать от различных доноров и физических лиц, и, само собой, больших доноров корпоративных, для того, чтобы потом помогать более мелким, скажем так, НКО, более сфокусированным на других проблемах НКО. То есть у меня такая, знаете, картинка в голове, что все дружно взялись за руки, все пытались помочь друг другу в регионах присутствия, на уровне всей страны и так далее. Джонсон Джонсон, например, передала более 150 миллионов рублей в денежном и неденежном выражении на борьбу с COVID не только в России, но и в Украине и странах СНГ. То есть мы тоже делали свой максимум. Коллеги упоминали о том, что, например, Сахалин Энерджи, да, Наталья говорила об этом, какие-то компании взяли и смогли увеличить финансирование социальной повестки. И мне кажется, очень правильно было, что форум доноров делал исследование, барометр, который как раз нам показывал, кто, как реагирует из корпоратов на меняющуюся историю, меняли ли компании свои приоритеты, не меняли, могли позволить себе инвестировать больше, либо не могли. То есть мы пытались держать руку на пульсе и в ходе конференции попытаемся поделиться с вами и этими наблюдениями, и этими результатами. Я хочу здесь перейти уже к такой небольшой, знаете, рекламе наших предстоящих сессий и обратить ваше внимание на день практикумов, это четверг, в который мы как раз поговорим и о цели устойчивого развития номер три, хорошее здоровье и благополучие, и о других целях номер четыре и номер пять, где представители разных секторов и бизнеса, некоммерческих организаций обсудят те итоги работы, может быть, свое видение о том, как работа должна быть построена в будущем для достижения этой цели. Помимо прочего, в этом году, мне кажется, впервые как раз в таком диджитал-интерактивном формате мы представляем новый вариант взаимодействия аудитории со спикерами-экспертами. Это такой формат интервью, когда в течение 30 минут исполнительный директор форума доноров либо один из лидеров беседует с экспертом. И сегодня, сразу после этой сессии, Саша, например, проведет беседу с Олегом Кобяковым, и мы, наконец, с вами, наверное, узнаем все, почему же всемирная продовольственная программа получила Нобелевскую премию мира. Я понимаю, что, скорее всего, все уже этот вопрос изучали, но, тем не менее, мы пытаемся, мне кажется, за эту неделю именно благодаря цифровому формату передать вам максимум. То есть вот формат позволяет нам расширить возможности повестки настолько, чтобы каждый нашел что-то для себя полезное и интересное. Поэтому я завершу здесь свою такую тираду по теме и здравоохранения, и более широкой. Я желаю вам провести продуктивно это время вместе с нами, и уверена, что эта совместная работа поможет нам хорошо подготовиться к следующему году, который, я уверена, пройдет в других условиях. Не знаю, в каких, но точно совершенно все будет не так. Спасибо. Конечно, вопросы климата и экологии, они занимают значительную часть повестки устойчивого развития, и зеленая экономика, она играет вообще важнейшую роль в достижении ЦУР. И я хотела бы поделиться некоторыми наблюдениями, фактами и, возможно, прогнозами по этой теме. Рынок зеленого ответственного финансирования – это один из драйверов зеленого развития, в частности, потому что финансовые институты, они обладают достаточно широким инструментарием, который может помочь бизнесу перейти к более зеленой, более ответственной, более инклюзивной экономике, направляя усилия как на снижение рисков, так как, мне кажется, что еще более важно – предоставление новых возможностей. И здесь ковид в значительной степени ускорит все эти процессы, все наблюдающиеся ситуации на рынках, связанные с финансированием, с инвестированием в зеленую экономику, развитие инноваций в этой области. И сегодня уже неоднократно звучала тема партнерства, и я здесь, конечно, не буду исключением. Успех зеленения экономики, он во многом определяется партнерством тоже, партнерством банков и межправительственных организаций, с правительствами, с регуляторами и, конечно, обязательно со своими клиентами. Приведу несколько примеров. В прошлом году Организация Объединенных Наций представила глобальному сообществу новые принципы, принципы ответственного банкинга. Они были разработаны. UNEPFI – это программа ООН по защите окружающей среды, совместная программа с финансовыми институтами. И в создание этого проекта приняло большое количество банков, в том числе и наши группы ССИТ «Женераль». Теперь на эти принципы, и в том числе я знаю, что некоторые российские банки тоже к этим принципам присоединились уже. И я бы хотела здесь небольшое отступление сделать и сказать, что, конечно, для группы ССИТ «Женераль» тема устойчивого развития, партнерства, инноваций, она занимает значительную часть вообще в стратегии группы и интегрирована вообще в предназначении. Так и звучит. Создавать устойчивое будущее вместе с нашими клиентами, предлагая инновационные и социально ответственные финансовые решения. И вот чтобы поддержать наших клиентов в этом переходном периоде, группа, собственно, уже на протяжении многих лет наращивает экспертизу, в том числе в области, например, чистой энергетики. И приняла на себя обязательство до 2023 года инвестировать в возобновляемые источники энергии до 120 миллиардов евро, в том числе через рынки зеленых облигаций. Вообще, нужно сказать, что в России рынок зеленого финансирования еще весьма молод, но уже есть значительные достижения. Сейчас формируется регулирование в этой области и постепенно создаются вообще условия для зеленого развития. Возвращаясь к партнерству, скажу, что Брусбанк, он участник комитета рабочей группы Банка России по созданию концепции долгосрочных инвестиций, которые уже включают в себя социальные зеленые проекты. Весной этого года Центральный банк обновил свои стандарты эмиссии, определяя в них уже понятия и условия эмиссии социальных и зеленых облигаций. И это вообще отличная новость, потому что это значительно расширяет инструментарий российских банков по поддержке своих клиентов вот в этот переходный период. Конечно, очень важно отметить индексы устойчивого развития РСПП и Московской биржи. Мы все про это знаем, и, возможно, коллеги об этом будут говорить еще на конференции сегодня или в другие дни. Также я, конечно, хотела бы отметить, на мой взгляд, одну из таких важнейших составляющих успеха достижения ЦУР и целей Парижского соглашения, я говорю про энергетический переход. Вопросы энергии и изменения климата, они вообще неразрывно связаны. И все убеждены, что цели Парижского соглашения достаточно сложно достигнут без амбициозного плана по ускорению изменений в энергетическом секторе, без инноваций здесь, без инвестиций, без инвестиций в инновации. И говоря про энергетический переход, конечно, это гораздо больше и шире, чем просто переход к возобновляемым источникам энергии. Здесь речь в том числе может идти про энергоэффективность. И это меры, которые предпринимаются как корпорациями, так и частными лицами по сокращению потребления, по сокращению потребления природных ресурсов. Это очень важный, мне кажется, здесь момент, что мы все несем за это ответственность на всех уровнях, и государства, и корпорации, и частные лица все. Необходимость общей этого перехода, она обусловлена многими факторами, но немаловажную роль здесь, конечно, играет давление общества. И мы, наверное, в какой-то степени тоже с этим столкнулись. Но я хотела бы привести пример европейский. Европейский. Вы, наверное, слышали про манифест европейских студентов, которые отказываются работать на компании, у которых в повестке нет вопросов экологии и климата. И этот манифест за последние несколько лет писали уже 30 тысяч студентов. Это в основном Франция, в основном Град-де-Коль. Это эквивалент Лиги Плюща, то есть это будущая элита. И этот пример нас навел на мысль, а почему же нам в рамках нашей конференции не пригласить наших студентов, наших будущих лидеров, и послушать их мнение о том, что они думают о ЦУР, о том, что они думают об их достижении, что вообще их беспокоит, и во что они готовы инвестировать свои силы. И тоже проанонсирую, да, у нас эта дискуссия должна быть сегодня вечером. Смотрите программу, присоединяйтесь, должно быть очень интересно. Один момент, который не могу оставить без внимания в контексте темы экологии, отмечу недавнюю новость про создание в России первого регионального климатического центра на Сахалине, который будет оказывать комплексную такую научно-исследовательскую, экспертную поддержку проектам устойчивого развития, проектам с низким уровнем выбросов парниковых газов. И опыт и практику в дальнейшем планируется внедрять в других регионах. И мне кажется, что это для всех для нас просто прекраснейшая, отличная новость, которая вселяет оптимизм и надежду, потому что нам, конечно, необходимо развивать свою внутреннюю экспертизу. И этого нам сейчас немножко не хватает. Ну и вообще, благодаря такой уникальной географии России, природным ресурсам, в России действительно очень большой потенциал в области зеленого развития, в области зеленой экономики. И у нас, в общем-то, есть все возможности для того, чтобы занять лидирующие позиции в этом вопросе. Ну, думаю, что все события, которые сегодня происходят в области экологии, они так или иначе должны поспособствовать созданию новых возможностей для усовершенствования регулирования в области экологии, в области экономики, развития новых бизнесов, секторов и так далее. Но это также предоставляет новые возможности для развития и профессионализации некоммерческого сектора в этой сфере. И, в частности, развития партнерства между бизнесом, НКО и государством здесь. И, завершая, очень важный момент, который, мне тоже, кажется, нужно отметить сейчас. Невозможно решить вопросы экологии в отрыве от решения социальных проблем с этим связанным. Мы все понимаем, что переход к более зеленому развитию, он не случится у нас прям моментально. В частности, потому что мы должны учитывать необходимость беспрерывного доступа людей к электричеству, к теплу. Это вопрос, который касается рабочих мест, которые нельзя закрыть, не создав новые. Мы все это понимаем. И все эти вопросы, они, конечно, должны решаться в совокупности, но при этом мы должны помнить о времени, потому что это достаточно быстро необходимо решать. У нас до 30-го года не так уж много времени уже осталось на решении этих глобальных задач. И завтра у нас будет тема экологии, будет отдельная сессия по экологии. Кому близка эта тема, пожалуйста, присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание. Александра, возвращаю вам слово. Большое спасибо, Екатерина. И у нас выключительный спикер этой части. Ирина Жукова, директор по устойчивому развитию корпоративным программам аффилированной компании «Филипп Моррис Интернешнл» в России. Ирина, день добрый. И мы много говорили про партнерство. Мы понимаем, что партнерство – это самая сложная вещь, наверное, в этой жизни. Что мы можем сделать для того, чтобы выстроить это эффективное партнерство между секторами государства, бизнесом и коммерческим сектором? Что вы думаете? Добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, я не совсем согласна, что партнерство – это самая сложная история в жизни. Может быть, это зависит от усилий, которые мы хотим предпринять. Давайте я постараюсь коротко, потому что я в этом очень заинтересована, поскольку сессия, которую я буду моделировать, начинается в 12.15. И поэтому я очень хотела бы, чтобы мы начали вовремя. Мне кажется, что сегодня уже достаточно много мы говорили о том, что кризис стала, ну, вот эта ситуация с пандемией, она стала катализатором. И вот я даже писала очень хорошее выражение, которое сказал губернатор Амуткова с лакомцевой бумажкой, которая показала, насколько устойчива наша система партнерства. И, безусловно, на мой взгляд, самая устойчивая история была там, где некоммерческий сектор, где бизнес уже внедрял цели устойчивого развития, в бизнес и в операционную деятельность своих компаний или фондов. Почему? Потому что уже были налажены определенные взаимодействия и налажены определенные системы взаимодействия, например, если мы говорим про бизнес, то взаимодействие с сотрудниками. То есть переход на удаленку или продолжение работы на тех предприятиях, где нужно было продолжать работу при налаженных системах взаимодействия с сотрудниками было проще. там, где у бизнеса уже были хорошие связи и хорошее отношение с некоммерческим сектором и, что самое важное, с властью. И сегодня мы как раз очень хорошо убедились в этих примерах, о которых говорил Станислав и уважаемые губернаторы. Естественно, там степень взаимодействия, она была быстрее и более эффективной. И на нашем примере мы убедились в этом также, потому что у нас две фабрики, одна находится в Ленинградской области, другая в Краснодаре. И поскольку уже были налажены достаточно серьезные системы взаимодействия, уже мы знали очень хорошо ландшафтных и коммерческих организаций, кто был способен быстро переориентироваться и также вместе с нами начать оказывать помощь медицинским и волонтерским организациям в медицинском оборудовании или в предпечении СИЗМИ, все это, понятное дело, проходило более быстро и более естественно. И мне кажется, что одним из ключей дальнейшего укрепления партнерства это, конечно, продолжение взаимодействия и укрепление, и поиск новых форм совместных действий, о чем, собственно говоря, мы будем и говорить на нашей конференции. И мне кажется, что то, что в этот раз конференция достаточно такая серьезная, значимая, пять дней идет, Александре и коллегам и форум-донорам большое спасибо за такой серьезный вклад в развитие как раз, мне кажется, партнерского взаимодействия, потому что мы видим здесь и представителей бизнеса, мы видим здесь представителей некоммерческого сектора, мы видим здесь представителей власти. Тоже хочу немножечко прорекламировать сессию, которая начнется в 12.15, мы будем говорить о том, что дальше после, что, какие дальнейшие шаги нам нужно предпринять в реализации цели стоящего развития после того, как был сделан уже отчет, вы знаете, что в этом году был сделан российский отчет, который был представлен Организации Объединенных Наций. Вот все вещи связаны с тем, что, как, о том, с кем и как там, мы будем обсуждать в 12.15. Присоединяйтесь. Спасибо. Огромное спасибо, Ирина. Действительно, у нас время уже закончилось. И прежде чем завершить эту сессию, поблагодарить всех участников, я хотела бы проанонсировать, поделиться новостью. Форум доноров выступит официальным партнером программы развития ООН и международной сети грантодающих организаций ВИНКС по проекту SDG Philanthropy Platform. Платформа, которая будет посвящена филантропии в достижении ЦУР. Мы будем координировать эту работу, и мы очень надеемся, что у нас будет множество дополнительных возможностей для партнерства в рамках этой работы. И сейчас я хотела, опять-таки, поблагодарить всех участников. Мы много говорили про интервью. Я думаю, что сейчас не имеет смысл... Нет, простите, меня коллеги поправляют. Имеет смысл сделать пятиминутный перерыв, и через пять минут мы продолжим. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Спасибо.